Да, ты правильно понимаешь, что тебе надо. Да, да, но я не могу это найти. Просто какой-то поц в шлеме. Такой, знаешь, цвет говядины. У нас двойное наказание. Да, мы ездим, что с Леной можем спать с кем угодно. Нет, Лена, что? Лена! Я уже револю. Всем привет, дорогие друзья. Это канал Золотого Яблока. Меня зовут Лена Богданович. И это наша новая рубрика «Замутим бьюти». Что же мы будем делать сегодня? Конечно же, мы будем делать макияж. Ведь этот канал в первую очередь про бьюти. И для этого ролика мы пригласили двух замечательных гостей, которых я предлагаю сейчас уже встречать. И после я расскажу, что же мы сегодня будем делать. Встречайте, Лена Павелева, партнер агентства Monsters и блогер Женя Калинкин. У-ху! Привет, друзья! Привет, привет! Привет! В этой игре у нас два героя – охотник и мейкапер. Давай проверим, насколько хорошо они замутят бьюти. Первый этап – колесо фортуны. Герои крутят колесо, и мейкапер получает список косметики. Второй этап – шоппинг. Охотник отправляется в магазин и выбирает косметику по указанию мейкапера. Штраф из-за упоминания цветов, продуктов и частей лица. Третий этап – мейкап. Охотник приносит бьюти лов и объясняет мейкаперу, как краситься все те же штрафы в действии. Четвертый этап – вердикт. Ведущий оценивает результаты, выносит вердикт бьюти или не бьюти. Такие же тени красивые, как твои глазки. А тени, вот можно говорить слово? А нет, нельзя. А вот и все обосралось. А все штраф. Штраф. И, кстати, у нас будут еще штрафы. В общем, все в классике нашего канала. А вот это покупать как-то, ну, коррумпировать, чтобы штрафов не давали. Да, мы ездили, что с Леной можем спать с кем угодно. Вот просто, если с кем-то нужно. Со всеми подряд. Ну, что, я предлагаю начать. И сейчас нашу Натали, которую же все знают на канале «Золотой яблоко», вынеси нам. Поли, чудес! А теперь мы можем, в принципе, определиться, кто будет крутить это колесо. Давайте на суефа. Что там? Это кто? Ты выиграла? Все, давай, крути. Волнуешься? Очень. Более того, сильно. Давай сюда матч уберем. Давай, раз, два, три. Сейчас наши зрители, кстати, видят мейки, которые могут выпасть. Непонятно. Уже выпало? Она до десяти, она до десяти только знает. Двенадцать непонятно. Один и два, это три. Две три, да? Надо сложить. И так. Третий получается. Я уверена, что «Золотой яблоко» сидела. Ну, такой мейк, такой красивый. С мойки айс. А это что? Ну, давай уже девятым. Не гонем. Это наши. Ура! Счастливый номер двенадцать. Итак, держи. Ты можешь его открыть, посмотреть. Наши зрители, кстати, в этот момент уже ознакомились, собственно, с тем мейком, который мы будем делать в сегодняшнем ролике. И вот поэтому бьюти-меню мы будем направлять как раз-таки тебя. Точнее, ты будешь направлять. Я буду просто за всем следить, чтобы все было по-честному. А что это, что-то там оскорбления какие-то написаны? Про меня. Да. Ты стрёмная. Сидит, плачет. За что? Оболнить пришла на ютуб-канал в гости. Ну, это будет что-то определенно интересное. А там макияж, то есть это там а-ля вечерний. Это что-то яркое, что-то, скорее всего, с акцентами. Такое немножечко, может быть, трешовое. Два раза подмигиваю, да. Два раза нет, спрашивай быстрее, пока нас не выпоконять. Хорошо. Там есть хайлайтер. Я не успела посчитать. Про подмигивание ничего не говорили. Ты сейчас справляешься в золотое яблоко, но вы, конечно же, не забывайте про мобильное приложение золотое яблоко. И в конце, кстати, этого ролика вас, как обычно, ждет промокод в дополнительную скидку. А я могу в приложение отправиться? Там дождь, блин. Мы тебе сейчас выдадим каноэ. А, каноэ. Блин, да, вам важно знать, дорогие зрители, что мы снимаем вот в тот самый день, когда все деревья в Москве упали. И крыши упали. И крыши упали. И я сейчас еду, блядь, куда-то плыву. А, кстати, у тебя будет в магазине всего 10 минут. 10 минут? 10 минут в золотом яблоке? Возможно. Я там провожу сутки. В магазине ты будешь, должен находиться вот в таком аксессуаре. Ты прямо сейчас его наденешь. Естественно, это какой-то праздник, Жень. И на велосипеде. И в магазине ты будешь на велосипеде. Чтобы за 10 минут все успеть. Шлем, в смысле, он никакой функции не несет, да? Да, будет GoPro. А, GoPro. Чтобы подснять все, все эмоции. Можешь фреш на обратном пути апельсингу и захватить? Подснять. Именно не купить, а просто подснять. Облет крутой. Блин, ну у меня мал этот шлем, поэтому, к сожалению, нет, все. Но очень красивый, правда, большие молодцы. Все. Можно расслабить перемешок. Да. Блядь. Кто нанял этого умного мальчика? Слушай, ну очень интересный костюм. А будет еще сам костюмчик подсветный? Сам костюмчик еще? Чтобы он не, знаешь, который воздуха, чтобы он обволакивал тебя, чтобы ты за 10 минут так... Быстрее. Аэродинамика была лучше, чтобы. Да, аэродинамика. Чтобы он еще был смазан, чтобы я между людьми так проскальзывал. Всего 10 минут, там надо много его спеть. Я могу хоть в так себе шлемы ехать? Хоть и безопасность тоже, да, с другой стороны. Да, не дай бог, что? На два ремня застегиваюсь. А ты в налохотник, на коленях. Поехали. Чувствовали. Не гони, не гони так. 20 километров в час. Вы одна команда. Ну все, я погнал. Я, в принципе, достаточно глубо себя чувствую, чтобы начать. Сейчас мне понадобится утка. Для того, чтобы что? Следить за тем, чтобы все правила были соблюдены. Лен, ты очень хорошо выглядишь, хочу сказать еще раз. Лена сегодня очень старается. Утку я ловлю с первого раза. Ну что, время пошло. Женя, никаких шуток. Раз, два, три, старт. Женя, никаких шуток, но в игре. Женя, мы в игре. Игра нашлась. Объясняй. Так, первое, что нам нужно. Это главное вообще, когда делаешь макияж, первое, как основа, чтобы за... Ну вот как она по-другому называется? Вообще такая, чтобы цвет был. Ес, ищем. Мой тон. Так, сейчас. Ну самый дорогой, мы с тобой уже учили это. Сейчас, тональный крем. Я нашел. Ну это... Давай тон, чтобы... Это недорого. Это недорого нам подзвела. Ой, он за 381 рубль. Давай что-нибудь посерьезно. Посерьезнее отыщем. Вот, Диор, нам нравится вывеска. Давай. Диор нравится. Холодный розовый или все-таки теплый и теплый оливковый? Кто? Я у нас штрафные заработала, блядь. Я сказала тон. А-а-а, блин, жесть. Что, тебя только ударили? Ну давай, средний тон. Ну ты средняя в целом, Бэт. Средненькая, я средненькая. Погоди, мне дают задание. Параллельно, пока ты будешь объяснять, в течение 10 минут сейчас говорить, только используй прилагательные 30 секунд. Только прилагательные, боже мой. Смотри, фиксирующий. Фиксирующий и красящий. Окрашенный. Окей, окрашенный. Ты должна стать окрашенной. Колосящийся, хмурящийся. А-а-а, это для бровей что-то. Можешь продолжать без прилагательных. Теперь смотри, это то, что красит немного, сейчас я уже без прилагательных говорю. Красит брови. Я вот так фиксирую. Для волос есть такой фиксирующий. А, гель типа, да? Существует бьес. Красящий гель для бровей. Бьес, правильно. Так, все, я сейчас просто нахожу что-либо для бровей, хватаю это. А цвет я могу говорить слово? А чего я не могу? Как дерево. Такого цвета, как дерево. Коричневые. Да, давай, хватай какой-нибудь. Коричневые брови хочешь. Так, это тени хайлайтер, это все не то. Это что, прозрачный контуринг для губ, брови. Я не могу. Да, ты правильно понимаешь, что тебе надо. Все верно. Да, да, но я не могу это найти. Боже, я даже не знаю, как он... Какой замечательный ассортимент в золотом яблочке. А, я нашел помаду для бровей, нравится? Бери, подойдет. Оставайся там. Да, ну что еще? Примерно для этой же зоны. Да, это тени, тени. Да, нет, нет, нет. На длинненькие наносится. На длинненькие. Ресницы, ресницы. Да. Света Антоним белого. Тушь, черная тушь. Все, супер, берем любую. Ну какую-то дорогущую надо взять, конечно. Дорогущую надо. Слушай, мы какой хотим эффект? Полный вообще отлет волью? Ну бэмби. Эффект бэмби. Эффект бэмби. Я беру. Оставайся так. Нам опять для этой же зоны, то, что ты предполагал, когда я тебе начала говорить. Тени? Слушай, ну я думаю, что мы все, знаешь, вот это как Света Яковлева. Все диоровское. Все диоровское. Все диоровское наше. Вот когда очень яркий, аж глаза выкалывают. Флюоресцентный, да? Флюоресцентный. Вот типа того, только он еще светится в темноте. Неоновый? Нужно быть светом. Yes. Правильно. Неоновый. Хорошо. А теперь свет. Как трава, трава. Зеленые. Зеленые и неоновые тени. Я возьму вот это. О, вот я нашел прям. Бери. В общем, смотри, что нам дальше надо. Нам нужно длинненькие искусственные. Ресницы? Которые кладутся на свои. Да, искусственные. Искусственные ресницы. И штучка, чтобы зафиксировать их на моих натуральных, искусственные. Два пункта нам надо. Дела у нас средние. Давай я так скажу. Так, зайкусь, короче, придется поебаться, но... Возьми только закрепление, как они задержаться. А вот тут вот смотри. Ой, какие смешные. Это прям так. Ну давай, все, возьмем. Две минуты. Так, закрепление, ну вот тоже возьмем. Все, взял. Давай, все, идем дальше. Теперь зона нижняя лица. Нижняя зона лица. Ой. Ну, давайте. Что теперь? Что теперь, да. Итак, следующее. Говорить на английском 30 секунд. Окей, let's go. Поехали. Мне нельзя и по-английски жару с кислом. А как ты говоришь? Да вот еще у нас двойное наказание. А ты можешь сам подумать дальше, что мы еще не взяли? Я понял. Тебе нужна помада какая-то, да? Yes. Like a tree. Like a tree, like a something. Типа браун? Yes. Коричневая помада. Yes. And, как же сказать-то это? Так, слушай, ну я беру какую-то не очень дорогую. Ну, за 220, наверное. А, так, окей. Something glow. А, блеск. 45 секунд. Я говорю, yes. У нас 40 секунд. Я беру разное. Я беру разное. Вот такое, вот такое. И бог нам в помощь, Леночка. И вот такое. Все, давай дальше. На следующее, что надо, окантовку того, что сейчас ты взял. Я тебя понял, карандаш. Можно взять потемнее, потемнее, да. Так. Пять минут. Нам дали пять минут, ура. Ну не расслабляемся, у нас еще много всего, да. Сейчас надо окантовку для того, чтобы ты взял. Темнее дерево. Темнее... Нет, темнее. Темнее дерево. Так, слушай, ну это карандаш для век. Там никто же тебе не запретит ему губы красить, да? Нет, я не накрашу, потому что он очень твердый. Это разные текстуры. Ты такая зануда, Лен. У тебя вообще нет духа рок-н-ролла. Почему-то тебе отводит от люкса, Жень. Ты никогда не задумывался на этот счет вообще, в принципе? Слушай, я поговорю об этом с психологом. У нас будет гораздо больше времени, чем сейчас с тобой. Смотри, мы с тобой уже брали для верхней части меня штуку, такую, которая яркая, которая глаза щипет от нее. А нам надо такое же еще, цвета, как ночь, и еще с таким мерцанием. Черные блестящие тени? Yes, yes, да. Слушай, Женя очень будет расслаблено. Так, ну хорошо, давай попробуем найти что-нибудь дорогущее. Зубная паста. Самое дорогое, милый. Сейчас, подожди. Смотри, просто я не знаю, что я не про все. Это пигмент глиттер. Нравится? Наверное, нам нравится. Да, давай. Так, ты тени ищешь, правильно? Я ищу, я ищу тени, но тут помада есть. Слово тени, да, Вич? А если он уже сказал, что это так, мне нельзя все равно говорить? Ну давайте, что там. Жень, ну я сказала опять. Говорить используя только слова на букву «П» 15 секунд. Подожди. Правильно. Ян, мне нужен какой-то... А вот мне нужны вот эти вот, как мне их взять? Подожди, у нас нет черных теней, подруга, у нас, короче, проблемы, потому что... Ну, ну, что-то 15 секунд закончили. Пошли. Сняли с производства все. Ну, смотри, во всем золотом яблоке все против нашей игры, что ли? Так иди ты в люкс, почему ты идешь в какие-то бигуди у меня? Полторы минуты! По пути ты идешь и посмотри еще одну вещь. Это такая штучка, чтобы у меня сверкала средняя часть того, что мы отрезаем сейчас в это время. Да, супер. Вот теперь мы ищем две эти параллельные. Хорошо. Чтобы устроить процесс. И на этом все, у нас остается одна минута. У нас одна минута, Жень. Блин, это очень плохая новость, потому что я пришел в Шанель, а я здесь, знаешь, столько времени трачу. Так, все, мейкап форелл. 40 секунд, 40 секунд. Ну жесть. Давай, два пункта. Здравствуйте. А вы не подскажете, у вас есть черные тени блестящие? У меня блестящие. Хорошо. А хайлайтер? Любой. 20 секунд. 20 секунд. Вот какой-нибудь просто любой, просто любой хайлайтер. Ну вот этот давайте, да, да, да. Выбирай главное. Стнаточка. А мы все взяли? Просто любой. Это хайлайтеры? Не досталось, мы взяли не все. А мне просто любой давайте и все. Ну все, пять, четыре, три, два, один. Женечка, ну я тебя жду обратно. Что же это будет? Мы ждем Женю с тем, что есть, как говорится. Да, нам дали дополнительные 50 минут. Прибавили к 10. Вот, и поэтому мы справились практически. Не все успели, мы не взяли где-то... Ну, семь из десяти продуктов мы не нашли. Вот, но вот эти вот три, которые нашли, я уверен, лучшие. Ну что, мы вновь все вместе. Женя, привет. Привет. Ну как, все прошло? Ну это травма, определенная, определенная. Как это выглядело со стороны? Просто какой-то пот в шлеме, орет. Ассортимент золотого яблока не сыграл мне на руку в этот раз, потому что слишком много всего, я не понимал, куда бежать в какие-то моменты. Но, мне кажется, я справился неплохо. Как видите, есть некоторый улов. Там есть и люксовые бренды, да. Целый поднос. Да, есть, поднос тоже приобрел. Есть какие-то, да, бренды попроще. Это для тебя я ориентировался. Как-то у нас настроение, да, получается? Ну, скакало, да, настроение. Скакало, настроение. Женечка, ну тем не менее, я думаю, что Лена со мной согласится, что мы ставим тебе пятерку. Вообще однозначно. Спасибо большое. А в денежном эквиваленте это сколько? Пятерка. Хорошо, нормально. Работаем. Тональный крем, я, мне кажется, удачно очень отгадался оттенком. Прям один-один, да. Легкий загар. Домой. А что ты такая блендная ходишь? Нормально. Мне на море не повезло. Чуть-чуть тебе цвета добавить. У нас, по-моему, нет консилера. А оттеночный гель для бровей, я думаю, что есть. Это вот этот. А, да, это вот этот. Смотрим тон. Ну, нормально. Нормально твои бровки. Бровки мои. Тушь для ресниц черная. Ага. Было. Дорогущая. Деровская? Деровская, да. Деровская, конечно. Вот и люкс. Вот и люкс. Так, скульптор для лица кремовый отсутствует. Нету. Хайлайтер кремовый. Ну, вот такой получился. Сухой. Какой вот дали уже. Тень или подводка неоновая зеленая. Я вижу, что тут, в принципе, есть. Да, я среагировал на надпись «неонс». Главное, зеленого тут нет. Это не прям точное попадание в тон, но... Я все-таки жду, когда мы дойдем до моего любимого продукта. Это, наверное, он. Карандаш Каял черный. Нет, его нет у нас. Нет, мой любимый другой. Тени черные с блестками. У нас есть вот в этой палетке. Да. А теперь, я думаю, мой любимый продукт – это накладные ресницы. Да, вот накладные ресницы, какие мне взял Женечка. Это накладная ресница. Это какого-то я циклоп. Чтобы я просто... Циклопиха Елена повелела. Ты просто налепила и моргала. Что ж. Ну, два варианта. Обратите внимание. Слушай, ну, да. Там я взял... Это если этих не хватит, если нужно будет что-то добавить чуть-чуть, да, можно будет вот нащипать. Чуть-чуть можно отсюда взять. Чуть-чуть не щипать. Клей для ресниц. Я тоже его вижу. Вот он. Да. Карандаш для губ коричневый. Ну, некоторые коричневые, ладно. Помада сатиновая нюдовая. Ну, вот она. А, нет, это вот эта, наверное. Тоже. А, да, два. Перемешаем, если что. Нюд – это же все-таки, знаешь... Понятие «растяжение». Ну, а вот этим ты придашь сатиновый эффект. Скорее всего, я придам этим сатиновый эффект. Что это такое? Это близ к мебели. Так, и что еще у нас там было? А, все, собственно, мы закончили наш список. А, погодите. Это вариант, видимо, коричневый коричневый. Нет, погодите секундочку. Стойкая матовая помада, стик для губ. Еще вот такой коричневый. Женя, вопросы некоторые к тебе возникают. Но это было, когда осталось уже совсем... Помада нюд. Чего-то времени оставалось, я бы истерики все хватал. Хорошо. Я предлагаю, чтобы макияж был максимально похож на то, что мы сейчас будем делать. Дополнить этот список тем, что Женя, собственно, не нашел. Точнее, мы успели его. Да, но тебе придется выполнить тогда одно наказание. Если ты готов выполнить наказание, то у Лены будет полный список... А я могу сначала узнать, что за наказание? 15 секунд нужно будет просто говорить с французским акцентом. Мне кажется, как проще простого. Разве это проблема? Вообще нет. Ну что, у Лены будет полный список? Конечно, Лена, наслаждайся. Тогда выносим консилер, скульптор, а еще и черный карандаш. Каял. Каял, нашли тебе. Давай сюда. Тут маленькая собачка. Шутка. Вот это вам. Это что? А, давай. Карандаш Каял. Карандаш Каял. Он бренд Горад. Кстати, очень классный. Большой. Вот это ты, посмотри, какая красота. Немножко люкса подъехала. Смотри. Как выглядит дорого. Вообще очень, да ведь? Вот так надо делать, да? Можно прям вот просто вот так и ходить. Смотрите, вот так делали визажисты, сейчас вот так я вижу. Это что? Ну это же будет... Реально, все вот... У визажистов возраст уже, слушайте, которые начинали. О, мой. Троймор. Это что, контур? Это скульптор, да. Ну, в первую очередь, это Гуччи, да? То есть с этим можно ходить просто как с сумкой. Просто в руках носить, да. Консилер. Консилер. Чуть светлее, чем тональный. Обратите внимание. Чуть-чуть. Да. Сейчас мы все сделаем. Сейчас я предлагаю тебе включить аэрдроп. И ты увидишь как раз-таки тот референс, который нужно будет объяснить Лене. Она его должна будет повторить. Господи, я так взволнован. Ой. Так, ну что ж, Леночка. Какие наши шансы отменить? Да, я думаю, все будет хорошо. Начинаем. Ну все. Не сейчас французским акцентом говорить? А, да, может, в первых 15 секунд начинать объяснять как раз-таки, с чего начать. Хорошо, Леночка. Мой милый архел. Я хочу, чтобы ты взяла некоторую тару крупную... Уй. Так. Знаю ли я. Мне кажется, это перфект фондейшн. Как будто в школе. У меня тоже был такой тональный крем. Тогда не забудь губы еще замазать. Леночка светлым замазал. И арафатку мне поедет. Слушай, ну нет, на самом деле он у тебя так... Освежает. Да, тебя прям освежил этот тон, ты правда как будто бы вот отдохнул. А что? Тон. А мне нельзя говорить слово тон? Тебе нельзя говорить тон. Это просто пиздец. Да? Очень красиво, очень хорошо. Говорить только используя прилагательный в течение 30 секунд. Мы засекаем 30 секунд. И давай. Объясни. Красивая. Можно следующий этап уже объяснить, в принципе. Поправляющая. А, это контуринг, да, наверное? Незнающая. Ты не понимаешь, что ты объясняешь. Сложная. Время прошло, все. А, короче. Ну что, объясни мне слово, что можно? Мы это делаем. Сияйте. Хайлайтер. Да. 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 Как и круто объясняет. Сейчас добавим. Скоричируем ли мы? Значит, смотри. Сколько его надо? Много-много. И где? Не жалей. Не жалей. Да, вот эту вещь. Отлично. И прям вот то, что у тебя напрягается, когда ты улыбаешься, да, вот чуть выше, соответственно, да, 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 прям можно хорошо так, вот да, прям вот так. Теперь вот то, чем ты удивляешься. Бровки. Да. Нужно вот прям под ними еще хорошенечко пройтись. А можно с, наверное, чем-то другим, да? Вот помнишь, я тебе говорила такую кисточку? Ну-ка, хоть поменьше, да, кисточку, наверное, у тебя все-таки не такие большие веки, не льсти себе. Да. Частье лица. Бреть! Да что ж такое? Что теперь мне делать? Говорит на английском 30 секунд. Oh, nice. Ну что, так быстро? Next step is your... Босик? Бубки? Yeah. Так, че, карандаш? Английский у нас это из одной школы. Beautiful. Let's go. Let's go. You have to... You have to... Not this one. Нас три варианта. Больше нету. I don't know what you have to do at first. Like... Big one or small one? Все. Фух, не понимаю. Обычно с карандаша начинается история. Да? Гоним. Такой, знаешь, цвет... Цвет... Не говори. Говядины. Вот такой. Ну, да. Ну, у нас три варианта. Это больше всего, наверное, подходит. Да, да. Это для... Да, да. Говядина. Нужно, чтобы было точно понятно, где твои губы. Это просто какая-то катерка. Теперь мы объясняем все в песне в течение 15 секунд. Типа просто напивая? Напивай. Жирненько. Очень красиво, Лена, продолжай обводить свои губы. Боже, это рай. Я снова сказал это слово. Что петь на английском теперь? Используем только слова на букву «П» в течение 15 секунд. «По-моему...» Прикольно... Потемнее? Потемнее. Потемнее. Просто... Все. Прям цвет другой. Это не он. Темнее надо? Ну, конечно. Я же тебе взял разные. Конечно. Вот это говядина. Так это для вообще ресниц. Маш. Буржуа. Что они нам говорят? Скорее всего. Они говорят, что... Карандаш для век. Нам прям коричневый нужен? Либо вот такой у нас еще есть, красный. Неп. Нужен прям коричневый. О, Господи. Ленчик, не тот цвет, да, правда. Мы опозоримся, не выиграем. Хонду-Цивик. Я крашу для глаз. Ты красишь для глаз? О! Нам это нужно? Скажи мне. Мы можем это сделать. 12 минут. Ничего себе. У нас 12 минут. Растушуем, Лен. А основные акценты, мне кажется, еще не расставлены. Ну, я бы так не сказал. Теперь-то уж точно. Лен, слушай, хорошо ложиться. А ты переживала. Нужно заставить сиять... Липс? Угу. Возьми консилер. Утка немножко заторможенная. Тебе нужно брать... Добавить блеску липсом. Угу. Как говорится, сатиновая нюдовая. Beautiful. Это наша. О, nice. Слушай, а это прям максимальная плотность, которую мы можем себе позволить? Стой, текстура, да. А вот еще. Здесь вот такая. Давай, а давай мы попробуем... Это не поможет. Лена, Лена, стой, стой. Нет, Лена, стой! Лена, Лена вообще не туда. Ты мазалась. Что ты надела? Короче, нет, мне кажется, нужно туда добавить... Ну, привольно так будет. То, чем ты мазала первое, первое, самое первое. Карандаш еще? М-м. То, с чего ты прям начала все. Тональный крем? Там светлые губы нахотите? Ну, прям... Я могу например взять вот эту кисть. Лена, ну а то мы такие, мы молодые и отвязные, можем экспериментировать. Ну, вот кстати, да? Ну, что-то в этом вообще ничего не меняется. Ты портит меня дальше. Что-то... Ну, потом мы переходим к верху. Нет, ну это просто капец. Ну как, дай взглянуть. Так и год какой-то. Нет, классно, классно, красиво, красиво. Дальше, давай сразу перейдем к... Самому верху? К зеркалу твоей... Классно. К зеркалам души. Да, к зеркалам души. Надо, чтобы они сияли. Блестками какими-то... Да, но определенно... Нам нужна определенная форма. Треугольная? Да, но... Белочная? Да, да, да. Как это так пошло дело, да? А мы понимаем друг друга. А надо цветные, которые... Которые цветные вещи? Нет. Черная? Да. Блестка? Да, нужно прям очень плотно, да, в разные стороны. Типа вот так вот стрелки, откуда они идут, середины? Сначала. Слушай, ты прям мастер. Только надо, чтобы она была прям... Как это, как крыло вороны, чтобы как будто у тебя это... Самые черные, которые у нас есть. Что у тебя с губами? Ааа... Момент. Ну что, следующее задание. Третье секунд объяснять в стиле рэпа. Йоу, Ленчик. У меня какие-то очень старые представления. А рэп... Йоу. Пис. Разные стрелки, это не беда. А что, нельзя мне было говорить? Я про группу. Они там все разные. Ну, ничего, сейчас можно 30 секунд поговорить в стиле частушек. Лена, Лена, торопись, очень мы опоздуем. Да, раньше объясняй же, сейчас пока крашу, у нас туда... Ладно, ладно, хорошо. Лена, Лена, а теперь возьми штуку цвета травки. Ага. И вот эту штучечку. Скажи, пожалуйста, лучше взять неоновую, такую вот очень яркую. Прям неоновую, бери. А это не цвет. Не цвет. Скажи, прям вот такую? Да, такую, прям бери. Следующее наказание, можешь, в принципе, уже не пить частушки. Мне так нравилось. 15 секунд не использовать слова с буквой А. Так, как мы делаем? Расскажи мне, пожалуйста, мы берем кисточку. Ты мне объясняешь, с ладой? Куда наносим? Вот эту вот, да, штучку. Давай прям туда. Можешь сюда. Бульк. Вот так. И кисть будем макать. Бульк. Оп. Это просто вода. Супер. Это просто вода. Круто. Это чистая. Мне кажется, никакая. Ну, ничего. Лена. Объясняй, куда мазать-то. Смотри. Да. Вокруг. Вокруг того, чем я смотрю? Вокруг глаза? Не совсем. Вокруг брови? А, мне надо вокруг черного сделать зеленые такие полоски. Угу. Да. Но это еще не все. Делаем. Делаем вокруг. Вокруг стрелок. Круто. Повтори то же самое. Только, ну, не вокруг, а под. Под глазами? Нет. Под. Не-не-не. Хватит. Под бровями? Но не под всеми, а вот с половинки где-то. Посередине? Нет, дальние. Дальние, да. Вот отсюда где-то, да? Вот отсюда. Да-да-да-да-да-да. Просто всю, под всей бровью. Ленчик, звездочка моя. Слушай, реально. Слушай, ну Лен тоже очень быстро все так это понимает. У Лен, правда, очень... А как она стрелки-то нарисовала вообще одним движением. Умничка. Так, дальше едем. Да что-то я тебе, знаешь, что скажу? Кажется. Сделано? Кажется, все. А клеить реснички мы будем? Конечно! Реснички-то куда мы позабыли? Она меня спровоцировала. Страфуйте ее. Так, на 30 секунд мы сейчас убираем твой телефон. И ты просто говоришь по памяти. Короче. Я впервые в жизни буду клеить себе ресницы. Я вам говорю честно, ни разу в жизни этого не делала. Все, клеим реснички. Скажи, пожалуйста, у нас в референции. Какой референции? Нужно прям бэмби. Да. Как их клеить табу? Смотри, давай помогу. Ну покажи один раз. Смотри, Лена делает вид, что никогда этого не делала. Отрываешь. Ну, если это дело на наращивание, сама не разу. Ладно. Потом берешь вот так, макаешь. Потом берешь зеркало. И вот лучше прям вот так смотреть. Прям внутрь глаза. И наверх на свою ресничку. Ну-ка. Здесь все идеально. Лен, боже. Как будто ты всю жизнь это делала. Мы один как раз за полторы минуты наклеим. Ленечка, если чего, да, один глаз главное сделать. Будем постоянно в профиль стоять, фотографироваться. Ну как-то для этой, для симметрии. Ну, красиво. Особенно вот клей мне нравится. Он сейчас высохнет и станет прозрачным, кстати. Ну что, как? Ну, в принципе, я думаю, что так и время у нас исходя. Слушай, нет, Лен, ты правда, ты большая молодец. Вот я тебе сразу скажу. Время вышло? Да. Время вышло. Время истекло. Но, во-первых... Покажите, Лен. Ты готова? Я хочу тебе сказать, что у тебя получилось гораздо эффектнее. Минимум. Готово. Ну... Ну, разве не чудо? Слушайте, ну с бровями получилось. Только они у меня просто не вот так растут. Что-то абсолютно она вот так, бровка. Да. А так, наверное. Ну, в принципе, похоже. А как ты улыбнул в этот момент? Как хорошо я губы объяснил. Вот насколько точно. Идеально. А чего мне ногти еще накладные не купили? Что-то берем. И в очки. И очки. Ну, это вы мне заказы делали. Я бы купил, если что. Ну, прикольно. Мне нравится. Некрасиво. Ну что? Слушайте, ну я думаю, вы достойны. Приза, о котором мы говорили в начале нашего ролика. О, господи. И теперь момент вручения. Та-ра-та-тан-та-тан! Что там? Фильтр для воды? Волнение, волнение, волнение. И... Покажите. Ой. Ну все, я предлагаю вам на нем. Да все. Ой! Ну просто. Ну просто поле чудес. Что-то с чем там. Мы на него полетим. Слушайте, ну и мы что, и мы прям с Леной вдвоем вот так вот будем нести над головой и пойдем в золотое яблоко. Что-то как раз дождь. Мне кажется, я бы хуже справилась в магазине, потому что я очень нервная. Ну то есть я бы начала... Избила продавца. Когда тебе спрашивают? Руки! Рот закрыл, я бы орала. Я в игре, блядь. Нет, на самом деле у меня есть проблемы с азартом во всяких тупых играх. Типа, блядь, я не азартная в плане каких-то игр с бабками, например, а я азартная, когда дома играешь с друзьями в шляпу. То есть все нормально играют. Говори, блядь, говори! У нас пять секунд, то есть как будто, блядь, я не знаю, я сейчас проиграю в свой дом. Макияж выдает в тебе неуравновешенного человека абсолютно точно. Можно психоанализ по макияжу? Прикольная девчонка, ладно. Ну такая, да, интересная, игривая. Загадкой. Да. Спасибо вам большое. Ну а теперь, кстати, приятная часть для наших зрителей. Помните, мы говорили, что у нас будет промокод в конце на дополнительную скидку? И я предлагаю вам сейчас его придумать. Басай. Басай. Есть песня, которую мы с Леной обожаем. Это песня «Две Маши». Мы сегодня готовились перед зимой. Да, мы готовились под эту песню. В общем, мы готовились жить просто. Басая. Басая. Песня «Басая» группа «Две Маши». Поэтому промокодом станет слово «Басая». Прекрасный промокод «Басая» в мобильном приложении «Золотое яблоко» и получаете скидку на 10%. Мне кажется, идеально. Спасибо, друзья. А для наших зрителей у нас, кстати, есть сюрприз. Мы подарим супер-классный бокс от Жени и Лены. Вы выберете продукты, которые пойдут одному из наших зрителей. А сколько победителей, кстати… Так как мы не можем определиться, на какое несуществующее животное похожая Лена, я предлагаю ответить на этот вопрос вам в комментариях. Ну, а, собственно, самый классный комментарий, я думаю, и победит, и выиграет наш супер-бокс. Ну, и, конечно же, не обязательно вам забирать вот такой огромный сертификат с собой, ведь можно воспользоваться чем? Мобильным приложением. Друзья, спасибо вам большое за то, что смотрели это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы что, не пропустить выход следующего нашего ролика. Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня к нам пришли. Спасибо за победу, Василия. Спасибо вам! Еееееее! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!